Паркес 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сурбез, сурбез, сурбез. Сурбез. Ты святой Господь. Мы поклоняемся Тебе. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, Бог. Мы нуждаемся в Тебе, Бог. Господь. Мы просим Тебе больше. Мы хотим больше Тебе, Господь. Мы хотим акунуться еще глубже в Тебе, Господь. Мы хотим услышать Твой голос Мы хотим знать Тебя, Господь Лично, Господь Мы не хотим просто знать о Тебе Но мы хотим знать Тебя, Господь Дух Святой Веди нас Дух Святой Прикосись к нам Дух Святой Двадцатесим Дух Святой Мы поклоняемся Тебе Господь Господь, ты должен знать Ты должен знать Ты должен знать Ты должен знать, Господь 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 Ах, 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 Ах. Ах, 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 Ах. Ах, 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 А Он утверждает нас в духе, чтобы мы укорнены в любви, могли постыгнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и, разумеется, превосходящую разумение любви к Христову, дабы нам исполнить всею полнотой Божьей. Скажем, Бог, я хочу Твою полноту, я хочу глубже, я хочу выше, я хочу узнать Тебя, Бог. Наша молитва сегодня — это чтобы волна Твоей славы, Господь. Накрыла нас. И когда Его слава приходит, две вещи происходят. Первое — это настолько мощно и настолько сильно, что мы еле-еле стоим на месте. Его слава просто уносит нас. И второе — когда мы находимся в Его присутствии, Его слава обличает нас, и грех не может оставаться. Аминь! Его огонь очищающий приходит в Его присутствии. Мы просим Тебя, Иисус, дай крепко утвердиться, укорениться. О, Господь, дай крепко утвердиться, укорениться в Тебе. Дай крепко утвердиться, укорениться в Тебе. О, это наша молитва, дай крепко утвердиться, укорениться в Тебе. Слава Твоя здесь, дай крепко. Дай крепко утвердиться, укорениться в Тебе. Слава Твоя здесь, сейчас. Слава Твоя здесь, она накроет нас. Все в нами Твоей любви. Слава Твоя здесь, она накроет нас. Все в нами Твоей любви. Слава Твоя здесь, она накроет нас. Все в нами Твоей любви. Слава Твоя здесь, она накроет нас. Все в нами Твоей любви. Дай крепко утвердиться, укорениться в Тебе. Дай крепко утвердиться, укорениться в Тебе. Дай крепко утвердиться, укорениться в Тебе. Еще поем дай крепко утвердиться, укорениться в Тебе. Дай крепко утвердиться, укорениться в Тебе. Дай крепко утвердиться, укорениться в Тебе. Я кончу больше, я кончу выше, я кончу лучше, лучше Тебя еще раз пою, я кончу больше, больше Тебя, Иисус. Я кончу больше, я кончу выше, я кончу лучше, лучше Тебя. Слава Твоя здесь, сейчас в Армении, Слава Твоя здесь, она накроена. Слава Твоя здесь, она накроена. Слава Твоя здесь, сейчас в Армении, Слава Твоя здесь, она накроена. Слава Твоя здесь, сейчас в Армении, Слава Твоя здесь, она накроена. Слава Твоя здесь, она накроена. Да, я кончу больше, я кончу больше, я кончу лучше, лучше Тебя. Я хочу Тебе знать, я хочу, Господь, прикоснуться к Тебе, Господь, я хочу, чтобы Ты прикоснулся ко мне, мы нуждаемся в Тебе. Я хочу больше, я хочу выше, лучше, я хочу лучше, лучше в Тебя. Я хочу больше, я хочу больше, я хочу выше, я хочу глубже, глубже в Тебя. Господь, мы здесь, и это наша молитва Бога, быть ближе и ближе к Тебе каждый день. Ближе и ближе к Тебе каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok Он не просто наслаждаться будет, когда вы уже на небесах и совершены. Он наслаждается нами не только, когда мы станем, как апостол Павел, зрелыми. Он наслаждается общением с нами, еще когда мы в процессе зрелости. Как земные родители наслаждаются своими детьми, когда они станут на небесах зрелости. Иисус сказал, «Если вы, будучи злые, знаете, как любить своих детей, насколько больше Бог знает, как любить вас? Но враг не хочет, чтобы мы ухватились за эту истину». Евреям 10 глава, 19 стих. Глазит, говорит о том, что мы должны иметь уверенность в Божьем присутствии, смелость, уверенность, убежденность. 22 стих. Чтобы мы имели дерзновение или полноту уверенности. Уверенность – это противоположность постыжению и чувству вины. И так Бог хочет, чтобы мы были уверены в Божьей любви. Эта уверенность основывается не на наших достижениях, не на наших страхах или не на наших успехах. Эта уверенность основывается на работе Иисуса Христа на кресте. Когда я говорю «Его личность», это означает, что у него есть глубокие чувства к своему народу. Он чувствует величайшую радость и удовлетворенность своим народом. У некоторых людей есть представление, что Бог в основном либо гневается, либо огорчается по поводу Своих людей. Потому что мы все сражаемся с разными вещами. Поэтому мы представляем Бога гневающимся на нас, когда мы что-то не то делаем. Или если он не гневается, то постоянно разочарован и печален за нас. Ну вот, опять ты. Ну ладно, еще раз прощу тебя. Но когда же ты наконец вырастешь? Когда же ты наконец поймешь или научишься? Возможно, так некоторые родители воспринимали своих детей. Но у меня есть добрая новость. Не так Бог Отец воспринимает своих детей. Послание Римлян, 8 глава, 1 стих, гласит. Нет ныне осуждения. Нет постыжения в присутствии Божьем. Если вы приняты были Христом и Иисусом, то больше нет из-за ваших падений, отвержения и неприятий. Но, дорогие, у нас есть уверенность в Божьем присутствии. Дьявол не хочет, чтобы вы поняли это. Библия называет его обвинителем или клеветником, братья. В книге Откровения 10, 12 он назван клеветником. Он хочет, чтобы мы общались с Богом, основываясь на своих падениях, неудачах. В ранние годы моего хождения с Богом, я снова и снова приходил к Богу. Говорил, о нет. Мне так жаль. Я обещаю, я обещаю, обещаю. Я никогда, никогда снова этого не сделаю. Прости меня еще раз. Но не так мы должны приходить к Богу. Да, мы каемся в наших падениях. Это так. Мы объявляем войну в сферах компромисса нашей жизни. Но, провозглашая войну, мы имеем в то же самое время уверенность в Боге. Вот я, Господь, твой возлюбленный сын. Да, я сегодня опять подвел тебя. Но мне так нравится твое руководство в моей жизни. Спасибо за то, что нет больше осуждения. Спасибо за послание Луки 15, которое говорит о том, что ты наслаждаешься общением со мной. Один из наиболее важных вопросов в духовной жизни. Когда Бог прощает тебя, что Он чувствует к тебе? Подумай о грехе, который ты наиболее часто совершаешь. Скажете, да что ты, я пытаюсь забыть его. Но какие чувства испытывает Бог, когда восстанавливает тебя в отношении к тебе? Библия провозглашает, что Бог удовлетворен своим народом. Это неописуемая добрая весть. Это почти слишком хорошо, чтобы быть правдой. Да, Господи, я принимаю факт, что ты меня простил. Это я принимаю. Но я пару месяцев похожу с опущенной головой, надеясь, что я никакие больше тебе неприятностей не доставлю. А Господь говорит, нет, не с таким подходом нужно иметь дело. Когда я прощаю тебя, я очищаю тебя. Некоторые верующие себя помещают в позицию духовной пробации, испытательного срока. И время первой главы. Духовно, так сказать, они себя на три месяца помещают в тюрьму. Они каятся. Говоря, ну, три месяца я посижу в темнице, так сказать, пооплакиваю себя. И Бог отвечает, ну, я не сажал тебя в эту унизительную яму долговую. Это не я отодвину тебя в сторону. В моем присутствии стой смело в уверенности. Враг не хочет, чтобы ты это делал. Если ты искренний верующий, эти беды, но он, дьявол, не хочет иметь дело с искренним верующим. Больше всего ему докучает, если ты искренний и уверен приходишь к Богу, потому что искренность и уверенность смешиваются. Искреннее послушание Ему, но несмотря на то, что ты сражаешься, спотыкаешься, вот ты искренне устаешься. Соединяешься в уверенности с Его любовью. Вот такой верующий будет большие проблемы доставлять в Сацу тьмы. Сначала дьявол достанет тебя там, где ты не искренен. Но если у него не добьется успеха, то попытается наполнить себя стыдом и сообразочарованием, чтобы ты не имел уверенности. Но искренность плюс уверенность делает тебя большущей проблемой для Царства тьмы. Евреям 1, 9 описывает и личность Иисуса Христа, где говорится, что Иисус Христос был помазан елем радости больше всех соучастников своих, то есть людей. Знали вы об этом? Что личность Христа что заключается в том, что Он имеет больше радости, чем любой человек, ходящий по земле. Когда дети подходили к Иисусу, они смотрели в Его глаза, говоря, мы не знаем, кто ты такой, но мы можем сказать точно, мы тебе нравимся. Затем глядели на фарисеев и говорили, ой, это плохо, плохие парни. Потому что фарисеи были, несмотря на то, что посвященные, очень несчастны и очень грубы. Дети не любили фарисеев, они не нравились. Знал ли ты раньше, что у Иисуса была больше радости, чем у любого человека, живущего на земле? Так ли ты себе представлял Иисуса, когда пришел к Нему? Так ли ты себе представлял Иисуса, когда пришел к Нему? Солом 16, verse 11. В Солом 16, verse 11. Дэвид описывает личность Бога. Дэвид говорит, что он говорит о Божьем или Сыне, и то и другое будет правдой. Так как Иисус — это идеальное проявление сущности Отца. И так Давид описывает личность Бога. Говоря, в твоем присутствии, или пред твоим лицом, полнота радости и удовлетворение спрадиснует тебя. Вы знаете, что престол Божий — это центр власти всего творения? Но престол Бога, где восседает Отец, а Сын одеснует, то есть с правой стороны Его. Это эпицентр радости для всего творения. Чем ближе ты к престолу Бога, тем интенсивней радость. Чем ближе ты к престолу Бога, тем больше радости в тебе. Давид видел это потрясающее откровение сердца Божьего. Он говорил, что эпицентр радости и удовольствия Божьего — это сердце Бога. Чем больше ты видишь Божьего сердца, тем ближе к Божьему сердцу. Тем больше радости и наслаждения ты ощущаешь в Его присутствии. Но мы можем говорить, что это не может быть, чтобы это был Бог Библии. В Своей святости он страшен. Это правда. Божья святость потрясающая. Но Божья любовь, Божья святость и Божья радость не в противоречии находятся. Некоторые люди, думая о святости Божьей, говорят, о нет. Но радость Божья — о да. Возлюбленные нет противоречий в радости, любви и святости Божьей. Бог не вытесняет ни одного из Своих атрибутов и качеств другим. Для того, чтобы показать Свою радость, Он не откладывает Свою святость. Он не откладывает Свою радость, чтобы показать Свою святость. Это наиболее славная реальность сердца Божьего и престола Божьего. Иисус пришел явить радость Бога по отношению к Своему народу. Для Израиля это была совершенно новая идея. Хотя множество раз в Ветхом Завете Бог говорил о Своем сердце. Именно это. В Исайе 62, 4 стих. Знаете, как вас зовут в Божьем присутствии? Исайя говорит, вот твое имя. Это то, к чему Бог призвал тебя. Возлюбленное мое желание. Вы знаете, что Божьем присутствии, это одно из Твоих имен. Смотришь на свою жизнь и говоришь, да я сплошной беспорядок. Так много бед у меня. Столько компромиссов. Столько трудностей, неудач. Но Господь говорит, я смотрю на тебя через законченный труд Христа. Я смотрю на тебя через свою личность, наполненную радостью. И поэтому я назвал тебя именно так. Мое благоволение к тебе. Вот твое имя. Иеремия 32, 41. Бог говорит Иеремии, скажи народу Божьему, что я радуюсь от возможности делать добро в их жизни. Как это может быть правдой? Потому что все люди Божьи по плоти слабые. Знаете ли вы, что Богу нравится делать тебе добро? Сафония 3, 17. Бог сказал пророку Сафонии, Скажи народу Моему следующее. Я радуюсь о них с энтузиазмом. И я пою о них с радостью. Знаешь ли ты, что Бог радуется о тебе? Скажешь, это невозможно. Моя жизнь не очень-то сильная. Но Бог видит тебя как часть большей картины. Бог видел тебя через миллиарды лет. Он видит, что дар праведности твой. Что ты навсегда часть Божьей семьи. Что у тебя будет тело воскресшее миллиарды лет. Ты невеста Христа, Его вечный компаньон. Он смотрит на тебя через завершенную работу Христа. Он смотрит на тебя через линзы вечности. Он смотрит на тебя через радость Своей собственной личности. Рад ли ты, что Бог смотрит на тебя не так, как ты смотришь на себя? О, Боже, если бы я был ты, я бы избавился от себя. Господь говорит, ну, я это понимаю, но я не ты. Я люблю тебя, и я радуюсь от тебя. Чем больше я соглашаюсь с Божьим словом, тем в большей степени я изменяюсь взгляд на себя. Это меня побуждает или пробуждает во мне желание не на компромисс идти, но быть радикальным, святым верующим. Однажды мне проповедник сказал, если ты будешь учить этому молодых людей, они все будут на компромисс идти. Я ему ответил, нет, все как раз наоборот. Если ты поможешь молодым людям поверить и быть уверенными в любви Божьей, они захотят настолько максимально близко быть к сердцу Бога, потому что им нравится уверенность в их сердцах. Враг не хочет, чтобы это было. Давайте посмотрим быстренько на Луки 15. Помните, Иисус предложил три притчи. Каждая из трех притч имеет то же самое послание. Иисус показывал Харисеям. И Он показывал также с Божьиком налогов и простым людям. Он говорил, вот что чувствует Мой Отец, когда кто-либо кается. В Луки 15.1 Написано, что сборщики налогов и блудницы были там в Иисусе Иоанне. Рядом с фарисеями, религиозными лидерами. И Он заявляет, «Позвольте мне сказать, какой мой Отец». И Он описывает Бога радующимся по поводу покаяния людей. Сразу, как только они каются, это нравится им. Он удовлетворен этим. Не 10 лет спустя, когда они достигнут зрелости. Но в самый день покаяния Он говорит, «Я уже имею благоволение, я уже наслаждаюсь отношениями». И это правда не только в день спасения твоего, но это то, как Бог воспринимает тебя и относится к тебе в каждый день после твоего спасения. Давайте посмотрим на 11 стих. Он начинает рассказ знаменитой притчи о блудном сыне. Жил человек, у которого было два сына. Смотрите, 12 стих. Младший сын сказал, «Отец, дай мне принадлежащую мне часть имения. Дай мне ту часть денег, которую ты уже решил когда-то мне отдать». И поэтому отец отдал ему эту часть денег. А это семейное богатство было. 13 и 14 стихи очень трагичны, очень печальны и трагичны. И этот молодой человек потратил все состояние свое, всю часть имения. Один за другим плохие решения, неправильный выбор. Трагичные, очень печальные решения. Отец говорит, «Я дал тебе семейное достояние». Но вот благая весть. Это не конец истории. Некоторые из нас в этом зале, вам Отец передал наследство. Благодать Иисуса. Власть Иисуса. Дал нам Дух Святой. И мы являемся частью семьи Бога. Мы можем молиться во имя Иисуса Христа, что происходили чудеса. У нас есть наследство, у нас есть семейная власть. Но как этот молодой сын. Некоторые из нас принимали очень неправильные решения множество раз. Вы говорили, «Боже, я люблю тебя», но тем не менее участвовали в лжи, аморальности или каких-то других вещах. И растратили семейное богатство в семейные ценности. 17-й стих. Но настал день, когда младший сын пришел в себя. Это означает, настал день его покаяния. Речь идет не только о неверующих, речь идет о части семьи Бога. Очень часто эту притчу рассказывают человеку, который 10 лет был в отступничестве. Но, возлюбленные, это притча для каждого из нас каждый день нашей жизни. Иисус показывает, как Бог чувствует по отношению к нам, когда восстанавливают нас. 17-й, 18-й стихи. Описывает покаяние сына. 17-й стихи говорит, он пришел в себя. Здравый смысл. И сказал, что я делаю? Я хочу быть верным сыном. Что же я делаю? Не так хотел я жить. В 18-м стихе он решил сказать отцу три вещи. Я вернусь к моему отцу и попрошу его принять меня. И так очень внимательно и изборщики налогов, и блудницы начали слушать его. Потому что в обществе они слыли с самыми большими грешниками. они хотели знать, что чувствует Бог, когда мы вернемся к Нему. А фарисеи подозрительно смотрели на Него. Лучше не говори ничего лишнего, Иисус. В 18-м стихе есть три вещи. Обратите внимание. Итак, он хотел сказать три вещи, когда вернется к отцу. Две из них правильные вещи и третья неправильная. Это важно понимать в 18-м стихе. Первые два заявления правильные, но третье заявление большая ошибка. Я хочу, чтобы вы запомнили. Потому что через минутку я хочу предложить вам применение этих слов Иисуса. Первое заявление. Отец, я согрешил. Это важно признавать каждый раз, когда я иду на компромисс грех грехом. Не пытаясь объяснить свой компромисс. Просто, Отец, я это сделал. Я согрешил. Будьте честными с Богом. Не пытайтесь обмануть Бога. Почему я согрешил? Ну, зачем согрешил? Ну, я не это имел в виду. Ну, не для того. И прочее. Да, Бог, я признаю, это было аморально. Да, это была ложь, которую я сказал. Это была сплетня против моего ближнего, который я изрел. Да, я был нечестный в этой финансовой ситуации. Я признаю это. Очень важно сделать первое заявление. Честное признание перед Богом. Это хорошо. Заявление номер два тоже хорошо. Я не достоин. Я не могу заслужить ни твою любовь, ни твое расположение. Возлюбленные, у меня есть добрая новость. Ты никогда не будешь достаточно хорош, чтобы заслужить Его расположение и любовь. Мы отношения с Богом строим не на основании того, что мы сделали, но на основании того, что Он сделал на кресте. Мы недостойны. Мы никогда не заслужим ни любви, ни расположения Бога. Это хорошее заявление. Когда мы приходим к пониманию этой истины, тогда мы полагаемся на Иисуса Христа в исправлении своих путей и поисках оправдания. То есть правдости. Но третье заявление очень плохое. Он запланировал сделать это заявление Своему Господу. «Отец, Ты можешь нанять меня. Я не хочу или не достоин быть Твоим сыном, я хочу просто быть одним из Твоих наемных работников». Вот что он говорил. Другими словами, «Позволь мне работать для того, чтобы Ты мог любить меня». Это есть обольщение врага. Это признак мертвой религии. «Отец, я согрешил. Это хорошо. Отец, я недостоин, я не могу это заслужить. Но, отец, позволь мне заработать Твое расположение. Это ошибка. 20-й стих. Одно из величайших заявлений в Библии. Иисус описывает чувства отца. «Отец, когда он пришел к своему отцу, он говорит, когда еще младший сын был далеко, отец, а отец увидел, а отец увидел, как он поднимается к забору на семейную ферму. и я представляю и я представляю себе отца, ожидающего у забора возвращения своего сына однажды. издалека». Каждый вечер, когда солнце заходило, отец сидел у окраины, ожидая возвращения сына, пока солнце не скрывалось за горизонтом. он знал, что сын однажды вернется. Итак, он увидел своего сына издалека. Он знал, что это сын, потому что у сына была определенная походка, и он сказал, «Вот мой мальчик». Отец чувствует сострадание, вот что хотел сказать Иисус. Он не чувствовал, но он почувствовал, он не чувствовал гнев, наоборот, нежность. Он знал, что если сын возвращается в семью, значит, он покаялся, он понимал это. Отец вскочил с этой заваренки и начал бежать к сыну. Это очень необычно. В древнем мире отец никогда не вставал перед сыном и никогда тем более не бежал к сыну. Отец всегда оставался сидеть, чтобы сын мог подойти и поцеловать руку отца. Но этот отец вскочил и побежал к сыну. Иисус говорил, «Мой небесный отец бежит всегда к людям, которые обращаются к нему». в сердце отца очень большой энтузиазм, когда его дети возвращаются к нему. У меня есть добрая новость для вас. Вы делаете один шаг к Богу, а он делает десять шагов в направлении тебя. Он хочет тебя больше, чем ты хочешь его. к нему. Когда отец пришел к нему, он обнял его, заключил в объятии страстно. Сын был ошламлен слегка. «Отец, я думаю, что ты разозлишься и будешь меня исправлять». Но он обнял его чувственно. начал целовать его в щеку. Мгновенно все семейные права были восстановлены. Обратите внимание на то, что сын ничего не исправил. Он просто искренне покаялся. мы сказали, «Хорошо, пусть сын возвращается, смотрим за 12 месяцев, и если он хорошо, мы будем хорошим с ним. Но мы сказали, «Хорошо, пусть сын возвращается, мы понаблюдаем за ним 12 месяцев, и если он своим добрым поведением докажет свою верность, ну, тогда примем». «Хорошо, мы не простим его в первый же день, но не восстановим в правах семейного». Но как минимум год в исправительной клетке. И если он покажет плоды покаяния, тогда мы примем и простим его. отец сказал, «Вот мой отец не такой». Тот самый час, как сын покаялся, он простил его и восстановил семейных правах. Посмотрите на 21 стих. «Сын пытается из себя выдавить эти три фразы, три заявления, которые заготовил. Но заметьте кое-что. Он успел сделать только два первых заявления, которые, в общем-то, правильные. И прежде, чем он смог произнести третье заявление, отец прерывает его. В 21 он заявляет, «Отец, я согрешил против неба и тебя». Отец говорит, типа, «Я знаю, сынок, ты бы ни за что не вернулся без покаяния». «Отец, я не заслужил твоей доброты». Это правда. Это правда. И он готов был сказать третье заявление. «Позволь мне быть наемником твоим и работать, чтобы заслужить расположение». Но 22 стихе, прежде чем сын мог произнести свое третье заявление, которое является неверным, отец прервал его. «Сын, иди ко мне». Посмотрел на слуг и сказал, «Принесите новую одежду, лучшую одежду. И оденьте на его палец перстень семейный. Дайте ему новую обувь. Давайте заколим откормленного тельца и будем праздновать его возвращение». Это почти невероятно. когда он дал ему перстень семейный, он дал право распоряжения семейным богатством, как и прежде. Старший брат говорил, «Отец, не делай этого, он же расточил имение свое, которое ты дал ему». отец сказал, «Он получает сегодня семейное концо перстень». Возлюбленный, если ты спотыкался и шел на компромисс, но с искренним покаянием пришел к отцу, не имеет значения, компромисс длился пять минут или пять лет. Когда ты каешься, отец одевает семейный перстень на твой палец. В этот самый день ты можешь молиться в его имя, изгонять бесов, исцелять больных, проповедовать Евангелие людям. тебе не надо ждать двенадцать месяцев, пока ты достигнешь определенного уровня зрелости. Ты можешь начать функционировать в Царстве Божьем как гражданин первого класса. Отец сказал, принесите сандалии или обувь. Отец сказал, принесите обувь. наемники не имели обуви. И у этого младшего сына не было обуви, потому что он расточил все имение своего. Слугам не дают обувь, только сыновьям дают обувь. Этим он сказал, семейные привилегии теперь тебе. Откормливая теленка заколали только когда почетный гость приходил. Вот что Иисус хотел сказать блудницам и мытарям. Помните, это все дети Израиля. Многие из них выросли в религиозной семье. Когда им было по пять лет, они не были ни блудницами, ни мытарями. Большинство из них выросли в религиозной семье, и они знали законы праздновать ваше возвращение к Нему. Вы в Царстве Божьем почетный гость, если вы вернетесь. все фарисеи были в гневе. Как смеешь ты говорить, что Бог почтит их? Старший брат, который все эти годы был верным, очень расстроился по поводу щедрости отцовской. но отец сделал заявление, давайте праздновать, давайте будем радоваться. Мой сын ожил, был мертв и ожил. Я Бог, который радуется, я в полон радости подошел к моему народу. Скажу вам секрет завершения этой притчи. Я хочу пригласить вместе, чтобы она приготовилась для служения нам. Вот ключ к этой притче. Это притча не о сыне, который потерял свое наследство. Итак, это не о сыне, который потерял свое наследство. Это притча об отце, который потерял сына. Да, сын потерял наследство, но это только второй пункт, второго значения. Иисус сказал, я потерял своих детей, и когда они возвращаются ко мне, я радуюсь, я переполняюсь радостью. паидзэс, паидзэс, ухайки айт арратцэр, ну, беркранкнем вэрапрелу, и фонэранкет, вера дарнан депинец. Это правда, независимо от того, сколько ты шел на компромисс, 5-35 лет. Это притча об отце, который потерял своего сына. Иисус сказал, вот что чувствует мой отец, когда его народ восстанавливается. Возлюбленный, дьявол хочет, чтобы ты сдался в этой борьбе. Не дай и дай не сдавайся, не отступай во тьму. Разрушь свое согласие с ложью дьявола против твоей сердце. Разрушь соглашение с ложью по тому, как Бог видит тебя и Бог чувствует на вашем теле. Разрушь свое согласие с ложью по поводу истинной природы Евангелия. Я хочу помолиться за вас. Потому что ко всем нам эта истина примирима рано или поздно. В моей жизни я все еще нуждаюсь в этой истине. я не выпустился из этой истины несколько лет назад. Это одна из моих любимых истин Бога. Я приглашаю вас встать. Я помолюсь за вас, а Мисти будете служить нам. Отец, мы приходим к Тебе и разрушаем соглашение с ложью. Мы говорим нет лжи. Я провозглашаю свободу узникам стыда. Некоторые из вас были порабощены стыдом. Я разрушаю эту темницу в вашей жизни. Все узники стыда освободитесь сегодня. Все узники компромисса разрушить связь с компромиссом свое сердце полностью отдайте отцу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 по-новому. Продолжение следует... 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 Восхищаюсь с Тобой, говорит Господь. Восхищаюсь с Тобой, говорит Господь. Восхищаюсь с Тобой, сын мой, дочь моя. Восхищаюсь с Тобой, сын мой, дочь моя. Восхищаюсь с Тобой. Восхищаюсь с Тобой. Восхищаюсь с Тобой, сын мой, дочь моя. Восхищаюсь с Тобой. Восхищаюсь с Тобой, сын мой, дочь моя. Восхищаюсь с Тобой, сын мой, дочь моя. Восхищаюсь с Тобой, сын мой, дочь моя. Восхищаюсь с Тобой. Восхищаюсь с Тобой. Восхищаюсь с Тобой. Восхищаюсь с Тобой, сын мой, дочь моя. Восхищаюсь с Тобой, сын мой, дочь моя. И даже сегодня, есть у него. Восхищаюсь с Тобой. Восхищаюсь с Тобой. Восхищаюсь с Тобой. И ты, сын мой, дочь моя. Восхищаюсь с Тобой, если ты не важен, я не счастлив. gingи на мне, для всех очень тяжеловых. Восхищаюсь с Тобой . Я люсую тебя . Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok